товарищи товарищи значит что вам значит я решил вас сегодня развлечь да вот значит у всех и факт карты же мы создаем а сейчас хайп идет евровидение смотрели молодцы и правильно открыл газету коммерсант 10 лет назад перед приездом владимира путина всю эту рожку креативного подхода нам демонстрировал генеральный директор красного квадрата одной из структур занимающейся подготовкой евровидение 2009 андрей курпатов в этом человеке я не без удивления узнал известного доктора курпатова телеведущего и автора многочисленных брошюр популярной психологии так вы продюсер спросил я его я это колесников да безо всякого вызова и даже можно сказать скромно пожалом плечами работал работал и вот он обвел луками буфет через который мы в этот момент проходили но больше я конечно известен как доктор курпатов добавил продюсер так вы все-таки кто больше продюсер или доктор попытался уточнить я как вам сказать наша профессия предполагаешь надо быть немного он занялся продюсером переспросил я нет доктором ответила мы зашли в огромный зал олимпийского сделанные в самом деле внушает огромное уважение граничащие со смятением на сцене такого количества проекционной техники что кажется она связина отсюда не только со всей россии мы со всей европы что была чистая правда нам и европейских экранов евровидение не хватило вот и я хочу вам соответственно сегодня рассказать главную такую штуку мы с вами живем в мире бесконечных интерфейсов люди имеют дело с проходили из простые интеллектуальные объекты и сложные интеллектуальные объекты вот когда люди смотрят евровидение у них перед ними простой интеллектуальный объект всех или страны они поют песни они значит зажигают на вот и потом кто-то выигрывается зачем-то вот значит ну на самом деле это гиперсложные интеллектуальные объекты я думаю что это одна из самых сложных вообще в принципе съемок если не брать олимпийские игры конечно вот и я вам хочу последовательно рассказать из каких элементов складывается внешне на первый взгляд очень простой интеллектуальный объект нужен концерт конкурс так вот вот я как очевидец собственно говоря тут вся статья долго мы ходим у меня сколько здесь электричество я ему говорю достаточно чтобы обеспечить зеленоград он меня спрашивает и на химки уже не хватит я ему не я не воскресенье не в курсе вот под крышей висят 160 тонн оборудования 160 тонн оборудования было подышать но я вам сейчас про это все расскажу ладно перед тем как перейти от простого к сложенному интеллекту последняя моя любимая зарисовка из этой публикации так это птс была на главной на олимпиаде в пекине объяснил доктор мы купили у европейцев будет задействованы на олимпиаде в сочи разве не устареет морально с тревогой спросил я нет что вы профессионально успокоил меня доктор последний кажется момент удержавший чтобы не сказать больной мы вошли внутрь птс это вот собственно говоря где происходит эта съемка доктор рассказал что вообще-то один человек не в состоянии держать в поле зрения больше девяти телемониторов а тут перри режиссером 24 и тут же убедился я тут же убедился в правдивости его слов говорит колесников зубом зубом работы кричал режиссер в микрофон нагрузка на них конечно большая вздохнул доктор по-моему они с ним же не справляются осторожно заметил колесников двери закрыли но значит и не оборачиваясь крикнул нам режиссер чего и на самом деле как и убедился не только реагировать на теле мониторы но и контролировать ситуацию в студии значит сейчас я вам расскажу что такое 24 камеры вот что такое проводить конкурс евровидения надеюсь вам будет с этим забавно значит я десять лет назад было у меня юля проспросил гайса расчетом вот я я вам должен сказать этого не в курсе но будете профессиональные навыки при альцгеймере уничтожаются последними ну вот почему понимаете да как думаете почему вы начнете все забывать о прошли что еще какие сердце вот психиатр же выражение это то может быть в альцгеймера диагноза ставить ловко как потому что очень сложный интеллектуальный объект когда у вас интеллектуальный объект состоит из большого количества элементов все элементы взаимосвязаны с друг с другом и они создают мощность из которой ну сложно что-то как бы не может вывалиться да потому что вот пока есть это бандура туда не это так как говорили наши продюсеры чтобы это не значило я был это европейский мечательный союз суть идеал компании который принадлежит бренд евровидения вот вообще честно говоря эта история эта история значительной степени про деньги к сожалению не организаторов не выступать или никого на свете а вот этого прекрасного учреждения европе как в олимпийском комитете понятно что все что там можно и нельзя заработать зарабатывает олимпийский комитет они страна все остальные здесь в накладе вот в данном случае есть и был вот которая но там в свое время был это союз между европейских вещателей на вот им принадлежит бренд собственно вся на этом конструкции заканчивается и дальше они проводят этот конкурс значит ну это на самом деле настоящий очень такой как бы сказать полноценный конкурс на вот значит к в котором участвуют вот эти там 50 с лишним стран и теперь я хочу чтобы вы поняли что такое 50 с лишним стран участвующих конкурсе значит 50 с лишним стран это на одну страну исполнитель или коллектив его режиссерская постановочная группа его значит гримеры стилисты там и так далее дальше журналисты соответствующей страны представители телеканала вещатели которые будут транслировать в каждой стране это дело значит комментаторы которые будут все это дело комментировать значит болельщики которые входят значит там по лимитам и должны быть размещены предусмотренным там и так далее что такое еще страна я еще что-нибудь вспомню я вам рассказываю про одну страну теперь умножаете это на а система голосования которые развернуты с подсчетом на каждой из этих стран значит тебе представляете что это я расскажу про одну страну теперь представьте сколько 52 вот это все помножьте и поймите какая-то невероятная толпа людей поэтому я думаю вы не будете удивляться если узнаете что на нашем евровидении работала 10 тысяч человек вместимость зала было 15 да вот а у нас работу но это с учетом волонтеров конечно чтобы волонтеров сделать невозможно потому что эти делегации прилетают со всего мира они прилетают на всех этих их надо схватить посадить в брендированные автобусы по брендированным улицам значит но отвезти в эти все и дальше просто трястись над всем для того чтобы случилось самое главное просто кроме того что это конкурс про который все смотрят и почему они смотрят тоже песен там смотреть нельзя ничего смотреть нельзя но есть соревнования но я вам про это чуть больше расскажу потом это гипермасштабное шоу теперь я вам хочу чтобы вы понимали что это такое за шоу ну вроде бы концерт значит люди выбегают и значит вот три минуты поют все порядке значит за эти переход между на сцене появляются декорации там нет никакой склейки то есть в зале люди видят прекрасно как выкатываются одни декорации убираются другие декорации и поверьте это тренируется просто начальник и днями напролет когда по каждому номеру они выкатывают и закатываю декорации они могут быть конечно простой рояль ну вот а может быть я помню у лободы было у нас она такую выстроила махину значит который был не въехать не выехать понимаете это вентиляторы пропеллеры там вы пойти какого черт в ступе вот значит вы видели конечно там в кадре чтобы болтались какие-то операторы бегающие стадикам щеки там и так далее вы не писать это прямой эфир прямой эфир это не монтаж то есть прямом эфире вы видите как поворачивается прекрасный исполнитель по кругу машет вам рукой и делает вам поцелуй в конкретную вашу камеру вы не видите больше ничего он просто взял поцеловал воздух вы его словили в телевизоре как это случилось потому что каждый этот номер переживает значит ну в первых они все эти номера должны быть поставлены есть отборочные туры которые проходят значит назначение этих всех и так далее так далее так далее значит каждое движение любого артиста на сцене из этих 52 а вообще их там не 52 вы понимаете да вот на сцене может находиться до 6 исполнителей вот и не больше 6 значит там танцовка не может быть больше 6 человек бэк-вокал который всегда слышен в музыке он должен стоять на сцене и вы его просто не видите потому что его затемняют как правило светом если это не элемент шоу там стоит бэк-вокалисты которые в этот момент поют со всеми исполнителями значит иногда значительно более мощными голосами на вот создавая собственно говоря реальное музыкальное звучание потому что это все идет в живую да но я сейчас мы понимаем что это в живую чтоб живую все живут значит и что происходит на протяжении нескольких подряд дней идет вот такая колбаса значит на сцене еще не закончили строить основные декорации значит который в нашем случае были поперек не поперек разделенные олимпийские а вдоль разделенный олимпийский который был заставлен вот такой кранами что вы это смотрите куда-то вас ощущение что вы смотрите куда-то в бездну когда смотрите его евровидение вы смотрите в экраны которые выставлены выстроены многометровые огромные конструкции по по сути дела телевизоры которые один на другим суду эти все это металлоконструкции которые специально появятся в которые ты все значит убирается там и тогда сейчас я не об этом да идут раз прекрасные репетиции и значит вот за команда у нее есть своя режиссерская группа каждый номер стоит строю стоит режиссер потому что в песне не так важно чем номер просто люди запоминают видео видео значительно лучше чем аудио значит поэтому создать какой-то вызывающий номер максимальные женщины из руяля значит там эти как его лорки в этих этот с бородой вот это в платье до создать визуальный образ который вы совершенно не можете никаким образом позабыть да значит не что плюс вот это есть режиссерская группа который у них у каждых своя графика то есть вы на экранах видите видео которое на самом деле каждый из этих команд вот пройдя отбор там и так далее это сейчас отдельно могу сказать целые песни вот которые они будут там соответственно выводить декорации которые будут выезжать эти декорации много на электричестве то есть там тоже что-то крутится и вертится это не просто там но у кого-то рояль у кого-то там лампочки сияют и так далее там даже провода лечь и прочее 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 вот и да и изо дня в день происходит бесконечные репетиции что репетиции что репетируется как я сказал колесникову значит глаз не может удержать больше девяти камер но я даже снова понимаете да 9 камер это всем плюс минус 2 да это не динамических объектов но по сути дела вы всем цифр можете удержать ну вот вы можете помнить что у вас всем камер вот но их 24 да значит и соответственно невозможно из 24 камерами делать картинку у вас будет такая грязь в кадре там будут попадать черт знает что руки-ногие там пока оператор одно перестроил вышел зашел и так далее там все смерть вот и что происходит репетиция идет достраиваются декорации эти тренируют вывозить свои декорации и они тренируют проход всех камер которые их снимают то есть сидится в этой птс ки режиссер оператор постановщик на самом деле там куча совершенно выдающихся специалистов над этим работает там многие под прямо специализируются на евровидении ездят из одной стороны в другую потому что как они делают больше никто не может повторить эти фокусы с оборудованием техника и так далее вот и все это замеряется и составляется четкий план как каждая камера включается и вы готовится первая картинка этого номера вторая картинка этого дальше каждая группа уходит ну там не за кулисы это отдельные все помещение количество помещений которые нужны и я сейчас назову она не значит они отходят в эти помещения там режиссер сидит и показывает вот мы так сняли режиссер постановщик этого конкретного номера говорит так нам вот здесь не нравится здесь папа торчит здесь вот это свет здесь вы нам это вот это вот и так далее и дальше с каждым новым ходом отрабатывается полный алгоритм потому что когда режиссер будет сидеть на прямом эфире он будет просто жать на кнопки зная в каждую секунду шаг за шагом что должно происходить и в этот момент летают камеры которые подвешены к потолку указывают эти люди которые ездят на таких электрических машинках вместе с камерами но вот за которым всегда бегают люди которые тащат провод там и тогда в этого ничего не это такая грязь и ужас ну вот как бы если в этом брить но там просто ничего не видно это проходит обычно в больших залах вот это все этот момент не не-не-не-не-не-не-не не видно то и это по каждой штуке такая проходит и это я могу только про репетицию номер я вам не говорю про свет который там вешается то что то что вы видите это огромное количество я не шучу у нас стояли генераторы для того чтобы зеленоград освещать вот такое количество было нужно электричество для того чтобы осветить вот эти все световые приборы все экраны вот это все хозяйство которое должно происходить вот значит да это я вам говорю шоу каждого номера да но канал вещатель конечно каждый должен выступить со своим супер мега значит шоу которое открывает и закрывает как вы помните это то же самое как в олимпийских игр есть открывающие есть закрывающие мероприятия это огром у нас были подвешены бассейны скажем в которых значит купались люди цирк десалей прыгал там значит по по рядам этого никогда бы не делали в принципе такого фокусов людей падали там на специальных лебедках которых удерживали откидывали обратно и они бежали по залу сверху вот значит то есть вот количество этих мероприятий связанных с одним просто вот этим вот видео который несчастный белан у него значит был еще был еще кроме десалей был еще один цирк забыл на зоне бразильский вот тоже со всякими разными установками вот и там он должен был бежать и врываться в стену стена разрывалась и значит это все значит на такой на платформе на который значит крутится это в беговая дорожка вот с пол этого зала значит на который все это значит разбирается и несчастные диманы брали мою палку аристин то мало и мы подсовывали палку чтобы он в нужный момент перепрыгивал через нее и тренировал прошлый момент это одна такая фиговина которых как бы они у вас перераскакивают перед глазами как тюм 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 тут вот тут даже в кадр попала там 10 часть вот значит условно говоря это шоу да есть как бы открытие есть закрытие значит но мы возвращаемся конкурсу да у нас есть здесь команда у которой есть участник значит у которых есть там значит все группы сопровождения так далее теперь представьте много ли вы знаете таких площадок в которой вы можете разместить ну такую ватагу из 50 человек 50 раз но не 50 там как бы в моих по полуфиналы финалы там ну там 20 там словом говоря 6 вот таких вот целых площадей да вот на которых вы параллельно разворачиваете умывальные значит эти они же там все накрашенные на как это напорно на гримерке вот представьте буранских бабушек то хозяйство да значит и все ада а еду спускает циркуляр циркуляр в котором до пункта обозначено что должна сделать страна то есть мы получаем вот такой талмуд в котором описано до всяких разных подробностей значит когда что должно происходить сколько у вас должно быть помещений сколько у вас должно быть того сего 5 10 и дальше вы такие купевшие надо построить евродом отдельные мероприятия где все будут праздновать это мероприятие где должны быть свои мероприятия вы знаете о существовании евродома вот я вам скажу дальше у вас да у вас журналисты съезжаются черт знает какого количества на вот поэтому у вас должен быть создан пресс-центр то есть место где они будут сидеть за рабочими столами которые вы должны развернуть для них создать значит и это там десятки журналистов там как бы сказать по самых разных знаковых изданий и потом журналисты которые по каждой стороне знаете со своим товарищем путешествует так вот и у вас должны быть там пресс-волы там чертов ступе там и так далее но при этом там же не только режиссер сидит с операторской команды обсуждает каждый номер правильный надо еще работать с пресса и они по очереди в четкому графику каждый должен выходить на свою пресс-конференцию ну там у нас все посмотрели условно лазарева но в 52 странах в этот момент посмотрели кого-то еще да и это значит отдельно вы должны построить конференц-зал в котором будут начать наезжать эти журналисты и ходят как опять же с репетиции на это люди на эту раз прекрасную пресс-конференцию всех надо собрать отследить просмотреть и тогда система безопасности это же тоже входит в структуру требований мы представить и какая такая масса людей значит делает это шоу на вот совокупности получается видимо больше чем участников как зрителей да потому что я 10 тысяч это без команд и там как бы сказать всяких разных их собственных технических столичек значит не признаете там кто-то не туда зайдет и наступит не надо на кабель на какой-нибудь а чтобы понимали там кабины же параллельно еще ну то что это раздается на 52 страны в которых одновременно и больше то что его смотрят евровидение больше чем стран участвует значит и то есть это нужно отправить на спутник и раздать со спутника всем этим странам одновременно да плюс нужно провести голосование на это должна выехать отдельная значит компания который сидит вообще в бункере отдельно для них специально построенном который в которой сводятся все эти значит данные про то как все какие страны голосуют и это же надо сделать буквально в минуты пока когда это все происходит вот но сейчас они все усложнили потому что девяносто пять тысяч втором году это было возможно сделать просто ну посчитали ладно эсэмэски звонки в пятидесяти двух странах но бог с ним значит посчитаем сведем поставим в таблицы выведем на экраны все будет нормально в общем не переживайте ну вот а тут дополнительно что же случилось вообще конкурс евровидение ничего собой толком не представлял вот его сделали там пять стран и испания британия франция италия который потом перестал участвовать вот это в общем какие центральные европейские страны и они были вся хозяйками всего этого мероприятия но проходил там оба спела там еще что-нибудь там ну как бы идет развить а потом возникла переста перестройка вот как системность процессов перед горбачёвым кстати ему было предложение послать первого кандидата от ссср вот которым должен быть валерий лёгий вот но горбачёв сказал что это видимо будет слишком радикальное решение вот да и даже показывать советским людям такое мероприятие и вот но как бы там ни было значит в то что произошло вхождение восточной европы евро евро евровидение прибрать все поставила с ног на голову потому что началось так называемое соседское голосование значит ну то есть вот условно говоря вы всегда знали какие баллы какая страна плюс-минус кому поставят да ну вот это было всегда соседское братское голосование вот да и дальше это превратилось катастрофу что стали выигрывать одни восточные европейские страны золотая пятерка торжественно стала занимать последние места в общем списке потому что там у них принципе все это не смотрят видели вы рабу белых тапках потому что новый пока в британии вот так сказать в лондоне а посмотрим евровидение но ощущение некоторого стресса должно возникать вот они к нему как комическому конкурсу находится что он собственно говоря и отражает значительной степени вот да и дальше вот мы представим себе что вот это все происходит я вам сейчас просто вы про подсчет значит и стало понятно с этим надо что-то делать и что сделали придумали жюри значит переспеть 52 страны и в каждой есть вещатель вещатель в каждой стране должен собрать жюри в который будет состоять из пяти человек которые не являются работниками этого являются певцами композиторами или музыкантами истребования значит они должны будут посовещаться и в этот момент и выдать свое решение которое должно суммироваться по сложной формуле значит со всеми голосами которые и она появляется на экране голос ту там 20 баллов 12 баллов пошло значит куда-нибудь кто-то выиграл нидерландом да и значит это я просто рассказываем про голосование то есть их надо всех смониторе их сорганизовать все должны как бы ждать все должны сидеть на пультов на связях и так далее все при этом параллельно идет трансляции все ее должны транслировать там у нас чурикова все время было и она кто-то там еще у нас а юрий викторович соответственно вот выжгут значит вот да и это тоже дело должно случиться в секунды я просто хочу чтобы понимали время и количество действий которые необходимо проделать вот этим всем бесконечным людям для того чтобы вот да я сейчас рассказывал про про там до евродом вот я помещение вам стало рассказать конференции интер конференция пресс-центр конференц-зал всех нужно кормить я почему про это вспомнил потому что рядом со всем этим должен быть выделено отдельное здание построенная но у нас это для випов вот ну там потому что представители делегации послы там черт в ступе кто только может не прийти на все это мероприятие ну вот само это ебу чтобы это не значило там и так далее да и так далее ну вот и они все занимаются тем что там вот это все веселье и может тоже подвести электричество их нужно карить но надо накормить и всех остальных потому что вы посмотрите вот вдруг 10 человек решила выйти перекусить техническим сессии в мероприятии так они через одну дверь так сложились и и вышли и вот значит а и соответственно организация всей столовой постоянного питания талонов учетов там и так далее 5 10 а я вам про другое говорил я говорил про про безопасность то что представляете когда вся эта толпа функционирует но ладно диверсия ну то есть диверсии значит эта система при которой организуются специальные до зоны куда вы можете иметь доступ то есть каждый человек работающий на проекте в зависимости от своего уровня доступа имеет доступ там самый высокий доступ там условно говоря в птс но то есть чтобы войти в птс нажать на кнопку и сказать там на 52 страны что вы в целом чем-то недовольны например да вот вспоминаете это первую серию черного зеркала да значит и все есть зоны доступа куда вы можете попадать со всеми этими делами и представить вы должны всех людей всех вот это вся эта так это регист как-то центр регистрации как-то вот это огромное тоже такой мы отдельно выстраивали вот куда значит эти делегации всех эти фанатские группы значит там прочие вся которые имеют свои доступы так такое сердечко обычного сцены там вот значит основная гей тусовка ездит значит она как бы тоже их отдельно надо организовать всех вот выдать соответствующие как это бейджики которые будут еще электрически работать потому что это не просто бы вот это должна быть конструкция при которой вы все про чекированы и вы можете пройти в эту зону в эту зону вы пройти не можете и так далее то это вот да да и ну и плюс понятно что кто-то просто не ну как бы мы спрят мы прятали все провода какие только можно было происходить в специальные кожухи потому что все эти все же идет от экрана кто-то просто побежал я нибудь покатилась кто-то что-то дернул там и так далее у вас вылетает там экран посередине причем на репетициях они вылетают регулярно потому что пока вы их там все убедитесь что они не вылетают это у вас и запасные стоят на этих местах вы с этим всем тем не закончить вот билеты это отдельная программа отдельный программ билетная программа значит если вы думаете что легко продать билеты на полуфинал это не так легко а там должны сидеть люди потому что будет странно если немножко головато в зале вот россия не выступает полуфинал без россии соберите на неизвестных артистов да ну и плюс надо эти все эти сами билетные кому что какие квоты за кем что закреплено как оно распределено там и так далее это просто черный тоже черный ужас вот билетная программа что еще рассказал значит ну про если про деньги говорить то ни один вещатель не способен потянуть такое мероприятие это гипер дорого во первых просто чтобы понимали там насколько нужно снять олимпийский для того чтобы в нем построить вот эту всю вы подвесить 160 тонн оборудования отрепетировать эти 52 номера пересвечать всех журналистов это все это у нас это больше месяца заниматься даже больше и сейчас уже три наверно мы вошли да и вот и это просто надо взять и закрыть огромную площадку ну вот я не говорю про электричество на земле наград и так далее то есть это огромнейшие затраты это огромнейший просто технические всякие разные построения этих конструкций экраны там не только сзади они под людьми над людьми за людьми экраны тоже кстати двигаются тоже на специальных ребятках тоже все просчитано соответственно в этих режиссерских сценариях кто чего куда жмет в какой момент куда летит какой статикан вот да значит да поэтому это это вопрос финансирования некоторые страны отказывались от проведения потому что просто невозможно физически потянуть нету специализированных мест где такое можно производить понимаете вы не можете евровидение сыграть в фиште например он слишком большой евровидение вы его не потянете вот значит вам надо брать какую-то площадку поменьше площадка поменьше есть в ней возможность у нас все эти гримерки все было выстроено заново она была выстроена в холлах в коридорах то и все 5 10 и так далее вот потому что так нет вот значит соответственно это гигантские деньги которые как вы понимаете никто не возвращает вот реклама и был все что там показали и был значит любую сувенирную продукцию которую вы вздумали выпускать как страна производить вы должны согласовать и был и отдать деньги после того как вы еще согласовали и бы все это распространение и так далее вот чем количество но это отдельно вообще мерчендайзинг значит отдельная часть потому что он мерчендайзинг начинается свои порта и и проходит до потому что вы встречаете все международные делегации которые прутся и они должны вас видеть по всем этим конструкции вот счет проголосования да ну отдельно это как вообще сами эти участники на потому что надо чтобы они песни это же целое существует мифотворчество как сделать песню для евровидения вообще существует идея что есть значит какие-то специальные люди которые понимают как сделать фантастическую значит вы чувствуете все песни невозможно слушать там да они никогда не становятся хитами раньше это было там были об этом кто-то там еще выступил вот у нас патристика выступал например от франции вот но никто не запомнил ее песни вот да почему потому что есть идея что есть какой-то специфический секретный код который позволит вам написать именно песню для евровидения значит соответственно когда значит грядет это евровидение куча людей которые значит все туда думают попасть они начинают с этими песними как списанными торбами значит бегать договариваться кто куда поедет там и так далее она должна быть новость да то есть если она раньше пела сейчас скандал с этим надерландским парнем который значит два года назад исполнил песню где-то вот и значит почему она должна быть новый она бы должна быть новый почему потому что если она уже хит то вы не можете да вот но я вам должен сказать что все участники если вы думаете что они сидят тихо ждут своих выступления но не считая все это галимати которые вам рассказывал ну вот они счастливы садятся в автобусы и едут по европе вот для того чтобы выступать с этой песни по всем возможным клубам и заведениям где только это возможно для того чтобы готовить соответствующие это целые туры которые эти исполнители устраивают для того чтобы быть узнаваемыми в других странах голоса которых им нужны потому что голоса свои за вас не вы не можете голосовать за себя вот да значит вот это отдельное отдельное такое безобразие ну вот я уже не говорю прийти отборочные туры то что в нашем случае был все отборочный только это будет отдельный просто устроить отдельный спектакль все опять же за голосование черт в ступе вот но можно просто назначить это самый простой и правильный путь все равно занимайте ерундой так просто сделайте это как-то чистосердечно вот да значит ничего мне не удается нарисовать потому что если что за начну рисовать и всего этого то она дальше по я просто хочу сказать чтобы поняли что это связано все одну вот здесь нету пункта которого ну то есть условно говоря вот что значит повесить 160 килограмм техники под потолок перекрытие но первое да надо уверен увериться что потолок это выдержит ну вот поэтому у нас целая бригада архитекторов работала над тем чтобы проверить и убедиться что это вынесет это все хозяйство вы должны все ходить в каске все кто у вас ходит ну как бы у нас было запрещено под страхом увольнения сразу же если кто-то появляется на всем этом пространстве без каски потому что у вас там чего-нибудь падает при мне падала знаете это ощущение такое что границ взрывается вот значит и это сколько у вас должно альпинистов работать которые поднимаются все это крутят там приверчиво и потолкует видели вот этот олимпийские игры когда были в сочи вот этот вот парад этих всех летящих этих объектов они же летят на лепетках пристроенных прикручены к потолку при том что у фишта не было потолка ну по проекту зачем ему потолок не нужен он нужен для олимпийских игр и поэтому был построен поверх потолка потолок которому была привинчена вся големать я которая ехала значит из одной части в другую но я про этот ужас в принципе я его видел со стороны и как бы просто могу так сказать выразить сочувствие и чувство ощущение гордости за то что ты знаешь людей которые в этом умирают но здесь тоже самое здесь у вас опять же то есть просто привинтить какую-то фиговину вы должны провести технические расчеты так вы их не проведете все говорят то что она рухнет на все но как бы всех делегации конечно приедут вот и так далее да я просто хочу сказать что в таких сложных интеллектуальных объектах все элементы взаимосвязаны с друг с другом знаете я помню не привезли воду для альпинистов вот они там были половины иностранцев потому что настолько нет я скажу не выйдет на работу вот об это должны сдать как бы еще и секунду в секунду тютерка в тютерку там и так вот да что я вам говорю да и вот идея состоит в том что каждый элемент ну там вы неправильно кого-то определили по охране и он зашел не в ту зону там насчет случился какой-то кирдык прекрасный вы значит здесь этот как его при службе не дали ее тайм слот для того чтобы она написала в статье газету более худшего евровидения никто не организовывал никогда на и это сразу огнем по всей значит вот вы потратили эти немыслимые деньги на то чтобы всех удивить своим невероятным шоу размахом креативом и так далее и просто из-за того что там условно говоря у них сломался компьютер и не за не в то время наложились друг на друга какие-то пресс-конференции и да и все и и ну вот репутационные просто невероятная катастрофа и вот просто я хочу чтобы понимание что когда вы смотрит вы посмотрите картинку и проведения это все равно что вы смотрите в айфон то что к вы смотрите в айфон вы не смотрите в черное зеркало вы смотрите в перманентный непрекращающийся труд сотен тысяч людей которые в этот момент обновляют приложение значит борется с кибер всякими разными неприятностями шифруют там и так далее и так далее и так далее мы живем в мире чрезвычайно сложных интеллектуальных объектов которые невозможно я здесь него рассказываем по креативную часть потому что там еще и сценарии там есть сценаристы утвержденные все это мы и так далее всех открытий и закрытий что отдельная катастрофа вот и я просто хочу чтобы вы увидели что мир в котором мы существуем при его такой внешней как-то ну простоте и как бы искать вот это и вот я иногда знаете мне говорят мы сделаем билл мы сделаем тут крутое у меня ощущение ступора но вот крутое делается вот такими массами людей с огромными технологиями с невероятным количеством компетенций вот просто ну как бы и это как конечно примитивная вещь на что такое евровидение мы просто конкурс для в который полюбила определенная тусовка все на этом конец вот но это вот такая сложная штука близко бесконечно усложняющийся вот и только если вы понимаете как вот эту всю сложность который стоит за каждой за каждым как бы действие да вот и мы то с вами привыкли к потреблению качественных вещей качественных продуктов мы с вами как бы нам есть учета там как-то не зашло мы такие ну вот а вот качество она достигается вот этими всеми невероятными усилиями это все равно что сравнивать телевизионные программы и ролики на ю тубе значит нету хитрости заболожить ролик на youtube на вот но если вы собираетесь держать телевизионную аудиторию который параллельно есть другие компании которые в этот момент тоже что-то эфире вот и вы его заодно он никуда не он у вас здесь перед этим экраном вот вы не можете сделать ролик на ю тубе вы должны сделать супер шоу супер программы там и так далее я просто хочу чтобы вот это ощущение сложности я рассказал понятно сотую ну вот я и сейчас не рассказал например сколько было еще всего что например не успели не смогли там и так далее отдельные да я не рассказываю как там какая-то техника выходила из строя в принципе там просто ходили люди с белыми лицами говорю что евровидение состоится никогда вот ну то есть я помню следующий день когда я пришел на евровидение в это здание она была мертвым там был наш один генеральный директор который нашей компании работка отвечает за технику они в принципе не могли оттуда выходить потому что это же надо еще потом все собрать и раздать обратно всем людям у которых вы взяли эту технику в аренду чтобы ее не вынесли вместе с декорациями там и прочим все это и прочего буду вот и они там ночевали собственно я просто к вопросу сложности вот полюбить и ощущение вот масштаба если вы хотите что-то делать значительно если вы хотите чтобы ваши мозги они вас капитализировали полюбить и ощущение этого масштаба с огромным уважением каждому человеку который умирает умеет умирает умеет забираться по тросу на крышу для того чтобы привинтить к архитектору который способен рассчитать что это крыши не упадет к экранам который кто-то способен свести со всего со всех краев света и успеть в одно место с режиссера который способен 24 камеры как бы превратить в единую картинку где вы не видите ни склейки вас ощущение что нам просто вам показывают это невероятное вот любовь к этой сложности вот это может быть все что вы делаете на чертогах разума вы как это факт карты который вы собираете это как назвать деликатно букварь вот значит и если вы там просто сейчас мне очень нравится письма вот как бы вот сейчас поток который на чертог но я помню раньше некоторые участники не дадут мне собрать и да но это по букварь по сравнению с великой русской литературой который представляет собой все то что вы видите предельно простым красивым безукоризненным iphone и медицинская помощь проведение каких-то крупных мероприятий и так далее и так далее вот это распространится конечно на все сферы на общественную деятельность на бизнес на политику на все места куда только возможно вот столько понимание того масштаба который стоит за каждым вот этим всем она заставляет вашу голову так сказать получать дофаминовые всплески вот от сборки по-настоящему красивых интеллектуальных объектов вот так что что еще сказать про ох 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 да я как в пропасть смотрю у меня перед глазами пробегают люди сейчас но вот каждый из которых без которого бы не состоялось это мероприятие ну то есть моя роль была скорее как бы сказать всех их держаться чтобы они не сходили сужен от ужаса потому что главное ощущение это ужас который у тебя происходит ну вот но я просто сейчас их вижу и по поводу каждого есть такая гипер история которая его сделала тем не необходимым винтиком очень тривиального телевизионного шоу под названием телевидение ну что сделай перерыв я отвечу на вопросы на ваши да